Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Привет, Ютуб! Привет, все мои подписчики! С наступлением Нового года каждый из нас, думаю, соблюдает определенные традиции, которые уже сложились веками, а именно это то, что мы с вами все ставим елку, наряжаем ее игрушками и под елку обязательно кладем подарки, которые раскроем в 12 часов ночи 31 декабря. Но так как я увидела уже очень много видео про новогодние елочки, которые уже наряжаются в каждом доме, решила похвастаться и своей елочкой. Она у меня искусственная. Ну, как и в любом видео своем, я все время рассказываю какие-то истории, предыстории, связанные с тем или иным событием. Так вот, вот эту елку я купила, когда уже пошла самостоятельно работать. Я все время раньше говорила, мам, ну давай, может быть, искусственную елку купим. Потому что, знаете, как-то вот живые елки мне жалко рубить в лесу, это во-первых, а во-вторых, убирать потом иголки, они вот просто по всему дому. Конечно, я понимаю, что запах живой елки, запах хвои, это нечто праздничное, нечто новогоднее. Но вот так вот сложилось, что как-то все время мне отказывали в этом, в этой покупке. И вот решила я, уже когда стала жить самостоятельно, приобрести искусственную елку и до сих пор с ней ничего не становится. Она вот такая вот у меня пушистая, она чуть-чуть ниже моего роста. Она собирается из двух частей, ставится вот на треногу пластиковую. Я как-то, знаете, не сторонница завешать елку кучей-кучей-кучей всего. Может быть из-за того, что у меня как-то, ну нет запаса такого елочных игрушек, и елка не такая уж громоздкая и огромная, чтобы завешивать ее. Я просто вот вешаю на нее вот такие вот круглые шарики, есть вот такие вот маленькие, вот такие сосульки серебряные, и вот такие вот, ну даже не знаю, как их назвать, завитульки, не завитульки. И три гирлянды, которые я по спиральке одеваю на елку. Ну вот нижняя что-то у меня тут уже припала в предвкушении Нового года, нижняя гирлянда немножко спохмела, упала. И, конечно же, вот фонарики мигают, которые я вечером включаю в розетку, чтобы как-то предвкусить Новый год. И показываю у меня под елочкой вместо снеговика, простите, вместо Деда Мороза, вместо снегурочки, вот такой вот смешной снеговик. Со своей елочкой, вот с таким вот своим игрушечным домиком, даже вот он в шапочке и шарфе, наверное, чтобы не простыть. Ну вот, дорогие мои, я похвасталась своей елочкой, то, что у меня вот она наряжена, то, что у меня уже создалось какое-то новогоднее настроение. С удовольствием буду просматривать видео, связанные с нарядами елки в ваших домах. Всем удачи, пока-пока! По скриптам, дорогие мои зрители Ютуба, вот такая вот я, Маша Забываша, елка елкой, А еще у меня на стенке в зале висит вот такой вот венок. Венок, украшенный елочными веточками, елочными, елочные украшения, а веточки еловые. Вот очередной мой ляп, прям скоро словарь буду издавать. Вот такими шишками, ягоды синие, какие-то еще тут вот украшенницы так вот прилеплены, бусинки. Это вот, видимо, у меня что-то такое на американский лад. Они все время такие венки вешают. Ну вот, появился-таки у меня откуда-то вот такой вот венок, даже не припомню откуда. Наверное, его на дверь лучше вешать, но, живя в обычных квартирах, в пятиэтажных домах, знаете, вешать куда-то на дверь с обратной стороны, так это пройдя по лестничной площадке, этого венка не останется. С обратной стороны двери, ну, не так часто я его буду видеть. Не сидеть же в прихожей на табуреточке, не любоваться на венок. А в зале бываем чаще всего, и вот украсила еще и мебель. Ну, на этом вот все. Тогда прощаюсь. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok